США профинансируют страны, отказавшиеся от закупок российского оружия. Соединенные Штаты собираются распространить на весь мир негласную программу финансовой помощи тем странам, которые готовы полностью отказаться от покупки российского оружия. Об этом сообщает Defense One. Как сообщает издание, Вашингтон намерен распространить на весь мир негласную программу финансовой помощи странам, отказавшимся от закупок российской военной техники и оружия. Ранее такая помощь распространялась только на страны Восточной Европы, ранее входившем в Варшавский договор Суть программы в том, что США выплачивают стране определенную сумму за отказ от уже стоящей на вооружении советской, российской техники и ее дальнейших покупок, а взамен требуют покупать вооружение американского производства Государство-участник новой программы подписывает обязательство избавиться от техники российского образца, больше не закупать ее и выделит часть собственных средств на приобретение американского оружия Речь идет о значительных суммах Заявил представитель Госдепа США Пояснив, что участники программы должны покупать большие объемы американской техники, а не 1-2 вертолета или бронетранспортера В 2019 году США заложили в бюджет 190 миллионов долларов для оказания помощи еще шести странам Например, Словакия получила 50 миллионов долларов на покупку американских вертолетов, а Хорватия 25 миллионов на американские БМП Также помощь будет оказана Албании, Боснии, Греции и Северной Македонии В Вашингтоне и заявили, что цель этой программы состоит в том, чтобы помочь партнерам США избавиться от советской, российской техники и не допустить ее попадания на военные базы НАТО При этом в Госдепе предупредили, что те страны, которые продолжат закупать российскую технику или запчасти к ней, могут столкнуться с американскими санкциями Кстати, в бюджет 2020 года США планируют заложить средства не только за отказ от российского оружия стран Восточной Европы, но и за отказ от китайского для стран Азии и Африки Продолжение следует...